Собака друг человека и в обращении с этим другом появились новые правила. На Алтае приняли два закона. С 1 января 2025 года хозяева должны регистрировать и маркировать своих псов. А с 1 июля те, кто этого не сделает, могут уже понести ответственность, если их собака потеряется во время самовыгула или нападет на человека. Штраф 3-5 тысяч рублей. Депутаты уже отвечают на вопросы жителей. Ну вот я должна из села Солоновки везти в райцентр за 30-40 километров собаку. Нет, у нас будут графики, потому что ветеринария выезжает. Вот весной, сейчас после Нового года начнут дома, ну то есть прививки, вакцины и так далее. Они практически заходят в каждый дом. Поэтому планово, по графику будут, кто пожелает, значит, вот зарегистрировать свое животное, значит, будет осуществляться. Чипировать животное любым способом может сам хозяин, но вносят пса в базу только сотрудники ветеринарии. В 2021 с укусами собак к медикам обратилось 1970 человек, в 2023-2300. По мнению Серова, программа отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, неэффективна. Согласны с этим не все. У нас не работает программа отлов, стерилизация, но не потому, что мы в пустую день не тратим, а потому, что на одну стерилизованную собаку выкрасывается еще как минимум три. Одни депутаты переживают, что умерщвлять будут и не агрессивных собак, а процедура будет жестокой. Другие считают, что только такие меры и подарят прохожим спокойствие. Промаркировать собаку люди могут уже сейчас. Свой паспорт поможет псу в случае его потери. Еще один важный вопрос сессии – бюджет. С учетом увеличения доходов и поступления средств из федерального бюджета, доходы краевого бюджета на 2024 год выросли на 16 миллиардов и составили 165 миллиардов рублей. Расходы на 10 и доросли до 189 миллиардов. Спикер парламента Александр Романенко подчеркнул, что это поможет увеличить зарплату всем бюджетникам. Мы с 1 ноября это сделать не могли, в силу отсутствия финансовых ресурсов. Увеличение произвели только на 9,8%. Но вот сегодня, увеличив расходы на 3,5 миллиарда рублей, такое решение принято. И в общем заработная плата всем категориям работников бюджетной сферы прирастает на 18%. Сегодня депутаты расширили число получателей льготы по транспортному налогу до 27 тысяч человек. Прежде на него претендовали многодетные семьи и ветераны боевых действий с мощностью авто до 100 лошадиных сил. Сейчас же мы увеличиваем до 200 лошадиных сил. Мы говорим о таком регулировании, которое распространено в других субъектах. То есть, если у тебя автомобиль, например, 180 лошадиных сил, ты за 80 лошадиных сил будешь платить, а на 100 лошадиных сил получаешь льготу по транспортному налогу, то есть не платишь. Кроме того, депутаты увеличили выплату обладателям медали «Родительская слава» вдвое – до 30 тысяч рублей.